Перед стартом масштабного музыкального события организаторы на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов, говорили о новом месте проведения конкурса и его перспективах на Черноморском побережье. Это самый важный политический, социальный проект, потому что так важно, чтобы этот проект был достойно здесь реализован, чтобы все были довольны. Огромная, огромная работа, которую провели организаторы, она даст свои результаты. Это будет в десятки раз лучше, чем это было прежде. В этом году вместо привычных шести «Новая волна» будет идти 10 дней. Таким образом, стартует конкурс в дни Международного инвестиционного форума, завершаться будет вместе с этапом гран-при «Формулы-1». Новой площадкой рассказали на пресс-конференции довольны и организаторы, и участники, и приглашенные звезды. Задали журналисты и вопрос о дальнейшей судьбе конкурса. Останется ли он в Сочи? Во многом это будет зависеть от администрации края, потому что я уже говорил, что любовь, дружба и сотрудничество – это навстречу два движущихся экскаватора, а когда в одну сторону движется, так не получится. Поэтому, если все будет нормально в наших переговорных процессах, то я считаю, что по атмосфере, по энергетике – это наш город. Вот на сегодняшнюю минуту мне кажется, что это так. Напомню, конкурс «Новая волна» продлится до 11 октября. Каждый день зрители ждут концерты с участием звезд российской эстрады. Прямые трансляции можно будет увидеть и по телевизору.